Сегодня 11-е, 11-е 2021 года. Ой, у нас такие тут врата, такие порталы, друзья. Я хотела первый вопрос каверзный задать Свете, пользуясь служебным положением, друзья. Так как Светлана помнит только дату своего входа в особый режим без еды и воды, мне хотелось бы спросить, Светочка, а помнишь ли ты, с какого числа мы с тобой начали сотрудничество? Честно говоря, я не успела посмотреть. Слушай, я даже понедельник от пятницы отлечу. Я думаю, что сейчас, если Паша посмотрит нашу переписку, пока он с нами, он нам ответит, наш единственный человек, который живет еще как бы в нормальном мире, а не так, что летает в облаках. Это раз. Почему я так говорю? Потому что я уверена, что это точно было месяцев пять у нас с тобой, ну хотя бы четыре, дадим так. Я знаю, что в августе и в июле я уже была. Почему я так сегодня наглею, Света? Потому что раз сегодня такое число, то я хотела бы тебя первую спросить о чем? Вот скажи, пожалуйста, как ты относишься к этим цифрам? Как ты относишься к нумерологии? А веришь ли ты в то, что сегодня вот у нас только сегодня вот эти врата открываются, и никогда они раньше или позже никак не откроются и закроются уже. Вот как ты к этому относишься? Скажи, пожалуйста. Ну, я могу сказать, что я точно знаю, что числа эти все не просто так. Это какие-то наши обозначения, но они имеют место быть. Это я чувствую, я ощущаю. За числами, если честно, не слежу, но если начинаю отслеживать какие-то моменты, то они, как правило, привязаны к каким-то определенным числам, определенным датам в моей жизни, как бы от этого не отходили. Не придерживаюсь, конечно, всяких гороскопов, потому что мне кажется, что там уже настолько все намешано. Вот. А то, что касаемо чисел и нумерологии, ну, имеет место быть. Никуда от этого не деться, да. Ну, у меня еще есть один каверзный вопрос, и потом я завершаю, друзья. Я просто тебе скажу. Если имеет место быть, соответственно, как ты относишься к медитации, как к практике? Вот чтобы 20 минут, не меньше, человек сидел, и что-то происходило. Я же все-таки какое-то отношение имею к медитациям, можно сказать. Ну, я считаю, что медитация вообще это то состояние, когда ты можешь узнать себя. Каждый день, каждую минуту ты можешь познавать себя. Если говорить о слове медитация, я не знаю, медитация это или нет, но у меня каждый день, как правило, это ночью, у меня уходит на это, ну, часа, час-два, бывает и четыре. Я погружаюсь в себя, и для меня вот это то время, когда… Это мое время, когда я в себе, когда я в космосе, и это клево. Это обязательно, как без этого? Мы в состоянии просто не всегда это осознаем. Я понимаю. А когда ты делаешь это по-другому уже, по-иному. Хорошо, Светочка, хорошо. Ну, и если имеет место быть, если ты согласна, можешь ли ты нам, сейчас ты вообще, конечно, лава, от моей наглости, можешь ли ты нам сейчас дать некую санастройку, каким-либо образом? Вот такой экспромт. Мы все готовы. Санастройка – это как раз у нас сегодня был последний день марафона с девочками, что не на семь дней, а на восемь. И мы как раз обсуждали последние темы такие. И в любом случае, как бы оно ни было, ребят, самое главное – это в легкости убрать все страхи. Потому что если у нас есть внимание и есть страхи, они нас будут все время оттягивать назад, они как-то не могут получиться. Ничего в этой жизни, в этой жизни страшного нет, ничего. Максимум, что с вами может случиться, это вы можете потерять только свое физическое состояние. Поверьте, действительно не страшно. Если мы все научимся жить в легкости, то к нам придет и благость. Если мы будем жить в легкости и в благости, то тогда весь мир, он заиграет над другими красками. И это будет чудесно. Хорошо. Итак, легкость и благость. Все легко и радостно делаем. Замечательно. И пусть это будет сегодня нашим ревизом, друзья. И я даю дорогу всем желающим задать вопросы в чатах, либо здесь у нас, вот в зуме, кто подключился. Мы делаем со Светой вдох. И кто у нас проявится в звуковом здесь формате, тот задаст следующий вопрос. Если нет, мы будем зачитывать. Вдох и выдох. Даже затяжной уже случился. Светочка, как ты? У тебя есть вопросы? У меня. Если есть, давай. Ага, самый частый вопрос у меня на сегодня по новогоднему ретриту. По новогоднему ретриту, когда он будет, где он будет, где смотреть анонс. Я могу сказать, что, наверное, мы на следующей неделе будем вообще что-то искать. Если есть у кого-то предложение, кто может где-то в Краснодарском крае предложить свои места для проведения этого ретрита, то мы, конечно, с удовольствием рассмотрим. Потому что уже люди собираются из Екатеринбурга, девчонки собираются всеми семьями ехать. И из Сургута лететь. Ну, то есть абсолютно с разных уголков земли. И это классно. Если не будет у нас ничего закрыто. Поэтому, если есть у кого-то предложение, то с удовольствием рассмотрим. И, конечно же, когда будем определяться, когда уже определимся, сделаем анонс, то он будет и на Автополстаре, и в Школе автономии, и у меня на страничке, и у Римы на страничке, и у Насти на страничке. Где только можно, везде сделаем анонс, столько нужно, конечно же, определиться. Потому что определять, конечно, ценовой критерий, чтобы максимально много людей могли приехать, потому что у многих есть желания, но не финансовые. Поэтому будем, конечно, в первую очередь отталкиваться от этого. Если у кого-то есть предложение, то мы, конечно, с огромным удовольствием мы это все рассмотрим. Так устраиваем кастинг. Желающие принять людей, которые в автономии могут только сделать лучше ваше пространство и окружающую территорию, просьба писать нам. Пишите по любым контактам, выходите через кого хотите по контактам, и давайте о себе знать, друзья. Если так, то мы, наверное, ретрит делаем до Нового года или в январе свет? Вот, наверное, будем смотреть от предложений, потому что сначала планировали вообще сделать в новогодние каникулы, но я так понимаю, что новогодние каникулы это будут просто неподъемные суммы, поэтому скажем, либо до, либо после. Но если будут предложения, то, конечно же, мы рассмотрим предложения и до, и после, а там уже будем смотреть, что вообще. Хотелось бы, чтобы поступили предложения, конечно. А если нет, то, ну, не знаю как, либо до, либо после. Вот тут пишут у нас, девчонки, Леночка пишет, давайте потусим 31-го. Конечно, хорошо бы, действительно, вот такой какой-то рубеж, который у нас привыкли к календарным, вот этими календарными датами обозначать, конечно, бы хорошо его, так скажем, перейти вместе, завершить этот год с благодарностями разными. И я думаю, что у всех найдется, да мы вообще все такие быстрые, скорые, у всех найдется какой-то там, не знаю, номер, мы все можем проявиться и устроить такой капустник, квартирник и хаос какой-нибудь, пати, вечеринку, да, вот поэтому почему бы, да. Друзья, давайте по всем, всем своим знакомым распределим или вообще по всех своих сетях, кто может, дайте такой как бы призыв, такую информацию о том, что автономы, культурные автономы, которые ничего не будут, как говорится, трогать однозначно и только могут улучшить ваше пространство и территорию ищут на заплыв, например, хотя бы там дня на 3-5, да, вот хотя бы там, вот, да, да, если хорошо пойдет, если мы понравимся, то мы можем и задержаться, конечно, если нас будут спрашивать, вот, долго просить, устрою вахту, вот, то есть, друзья, на самом деле будет с нами интересно, познавательно и, естественно, хозяева будут включены вообще процессы, правда, Светочка, это мы обещаем. Ну что ж, это хорошая тема, я вижу, что чат ожил, здесь только спрашивает Артем, насколько человек и сколько дней искать помещение. Мы в первую очередь, друзья, говорим о помещении, которое будет безвозмездно, в плане, нет у нас, вот, безденежных эквивалентов, мы можем отдать только свою любовь, заботу, благодарность, и это не только, это больше, чем вот эти деньги, которые могут обозначаться. Ну, давайте от трех дней, от трех идти вот так вот, скажем, да, кто-то, может быть, приедет даже на два дня, а на сколько человек, ну, опять-таки, давайте от 12, хорошее число, хотя бы, да? Да, от 12, конечно, наверное, все-таки маловато будет, если рассчитывать то, что там хотели ребята приехать прям с детьми, то, ну, наверное, все-таки, ну, как минимум, наверное, от... Ну, давай, давай, давай сначала, от скольких, свет, почему? Потому что, с одной стороны, если с детьми приедут, это только детям нужно будет спать, да, все остальное, там, родители будут уже, на себя брать, мы ни к чему не будем обременять, нам же главное, чтобы мы умещались там, на этих диванах, на ковриках, наша задача, что такое, много ли нам надо, то есть вы не переживайте, сколько человек, мы разберемся, мы даже, вот, пипи будем ходить, по графику, на каждого будет полторы минуты, для дневного, знаете, как у нас, вот, во шраме было, на душ там, то же самое будет, ну, три с половиной минуты, мы спартанские такие, девочки и мальчики, так что здесь количество не важно, нам нужна только территория, все остальное мы разберемся, друзья, вы не переживайте, а вот количество дней, это уже легче, да, нам сказать, три, пять, отлично, отлично, ну что ж, тогда переходим уже к разнообразным вопросам, вот, уже выезжает у нас Мария Солнцева, отлично, отлично, и Александр Сергеевич поддерживает нас, хорошо, хорошо, и так, сегодня предложение закрыть, значит, войти во врата в 22.17, и закрыть в 22.40, мы потом остаемся после эфира в зуме, и откроем их, и закроем, и всем поможем, чтобы никто не вывалился, как тут говорят, вот, ага, вот смотрите, кто пишет, есть ретритный центр, в Тарханути, один минус, в Крыму, ну, минус, не минус, но, по-моему, доступно многим, даже, кто будет, доступно, самое главное, чтобы у нас опять не перекрыли ничего, потому что у нас любят так пошутить, ну, вот, Леночка пишет, что кроме шуток, надо сделать очищение, качественное очищение, в плане, по поводу, когда, сегодня очищение, да, ну, уже все уже, как говорится, сегодня я тоже и на занятиях отрабатываю, все все уже, уже пошли автоматом все, как бы, я не знаю, как это называется, в сдаче экзаменов, автомат, да, когда ставят экзамен, зачет автомата, да, так, хорошо, ну, что ж, я не вижу вопросов, вот, возможно ли такой быстрый переход на автономию, а какой такой, Александр, мы не поймем, вот, ну, конечно, все возможно, начиная от того, как вы себе здесь поставите, и все, как только вы намерение свое выставите, и все, что ты добавишь? я не знаю, я не знаю, я не знаю, про какой быстрый, потому что я уже, наверное, не один раз сказала, что у меня этот путь занял 8 лет, и прям таких достаточно глубинных практик, а три года, поэтому о каком быстром переходе, я не могу сказать, насколько это для вас быстро, мне кажется, что можно быстрее. Теперь можно, когда у нас уже есть Светлана, первопроходят, ну, конечно, мы можем это сделать. Итак, друзья, задавайте вопросы, время идет, вот, и, Света, что там у тебя в твоих чатах, что в закрытом чате у нас, какие вопросы по недельку. А расскажи, кстати, что там в итоге после Екатеринбурга, и может быть, какой-то опыт у кого-то есть. В Екатеринбурге, мне, во-первых, подарили шикарную картину, я на нее налюбоваться не могу, сегодня она мне наконец-то пришла, вот, она у меня с Дэком ехала, не со мной летела. Ну, у тебя есть одна, ты можешь ее снять? Я ее сейчас, у меня телефон на зарядке, я сейчас его отключу, и у меня вы выключитесь тогда. не будем. На следующий четверг будем хвастаться. Да, она мне, если что, есть в Инстаграме, я ее периодически выкладываю, хвастаюсь, мне так приятно. Не ожидала я, что столько ребят соберется, они сняли помещение, очень много ребят прям собралось, так душевно посидели, есть видеозапись, с этой встречи, она тоже выложена на Ютубе, и на следующий день мы еще с ребятами, и там мы разговаривали о депривации. Ну, конечно, если будет возможность, то, ну, ребят, наверное, с Екатеринбурга, с Сургута, приедет, наверное, человек 10 точно, если все у них получится, конечно, провели время, ну, просто шикарно, единственное, что в Екатеринбурге было все закрыто, никуда не сходить, вот, и это немножечко, конечно, оморчало, а так вообще здорово, конечно, с удовольствием встречаться, с удовольствием, столько энергии, мне кажется, я за счет этого только там и пребывала в этом холоде за счет ребят, вот, классно, конечно, здорово, вот, сейчас, сейчас у нас идет англоязычный марафон, и в англоязычном марафоне очень, очень прям хотят они увидеть и Настю, которая будет у нас давать свои практики, и в депривации Рима будет давать свои практики, то есть мы потихонечку, потихонечку все показываемся, какие мы классные, и это тоже здорово, единственное, могу сказать, что вот этот месяц и следующий, там у нас будет совсем чуть-чуть марафонов, потому что решила немножечко их сократить до минимума, не будет так часто больше марафонов, потому что много уже другой работы появилось, и сейчас еще, если здорово будет, если с ретритами будем ездить, берем Америку, да, у них очень, у них, кстати, в Америке очень мало вот таких, наверное, эфир с ребятами, которые не кушают и не пьют, но зато у них официальные медицинские исследования людей, которые не кушают и не пьют, наоборот, этих исследований нет, но ребят, которые выходят в эфир, достаточно много, но это, конечно же, касается, наверное, все-таки политики, поэтому где-то можно вот так сделать, а где-то можно вот так сделать, вот, поэтому все это уже, если кто-то, кто постоянно говорит, дайте нам доказательства, что вы можете, что вы это можете, это все в открытом доступе, есть и на Google, пожалуйста, ребят, заходите, есть официальные исследования, где действительно доказано, что человек может не есть, не пить, это уже очень много людей таких на свете существует, и люди, которые не спят, они точно так же есть, и, ну, настолько много исследований, и зубы растут у людей, и на еде, и без еды, вот, и это все уже высказываются врачи, подтверждают это анализами, подтверждают это какими-то своими исследованиями, поэтому это настолько сейчас открытая информация, если вы хотите, пожалуйста, делайте, можете выбрать себе какого-то проводника, резонировать, можете самостоятельно идти, это сейчас настолько все открыто, поэтому, мне кажется, даже никаких сомнений, никаких страхов не должно быть, это то, что у нас про Америку. Ребята, ну, вот здесь вопросы уже немножко пошли по существу, Светочка, по поводу сухих дней, сухие дни, это когда мы без еды, без воды, очищаем свой организм, исследуем себя и свои психические, скажем, состояния, насколько мы привязаны к этим программам еды, вот, что-то себе, скажем, себя засунуть, чем-то себя порадовать, пооргазмировать, так по-другому не скажешь, да, получить вот этот пищевой оргазм. Так вот, Светлана спрашивает, Ольга спрашивает, почему на сухом поднимается давление и что с этим делать? Пропала ты у меня еще раз, скажи, пожалуйста. Почему на сухих днях повышается давление и что с этим делать? На сухих днях повышается давление, потому что у нас кровь густеет, за счет этого повышения у гипертоников густая кровь. Чтобы кровь немножечко разжижить, я уже говорила в эфирах, это, конечно же, очень хорошо приводит кровь в норму. Берете несколько соцветий, два-три соцветия, кладете их под язычок и рассасываете. После того, как себя стали получше чувствовать, то на пяточках хотя бы минутки-две походите по комнате на пяточках. Тогда у вас естественные вибрации вашего тела, кровь по венкам, она пойдет более быстро, лимфа запустится, и тогда вам будет намного проще и давление начисать через, вот как гвоздику начнете рассасывать, как у вас пойдут эфирные масла, то очень хорошо снижается. Попробуйте. Да, гвоздика и лаврушка с ему голова, сказала Светлана Лаврова. Да. Друзья, Светочка, а еще вот ты сказала про гвоздику, я вспомнила про гвозди, которые ты заказывала, будучи в Екатеринбурге. У тебя пришли они? Они мне пришли, но ты знаешь, вот они мне пришли. Покажи, пожалуйста. Все-таки они немножко... Я уже потом поняла, они... Есть у них такие... Не совсем они ровненькие у меня, мне кажется. Не, не переживай за это. Нет, за это не переживай. Они же ходячие. Нет, все прекрасно, прям как у меня. У меня просто мои на работе. Я не ношу несколько дней. Великолепные гвозди. Вау. Спать буду. Вот. Да, а спать на них хорошо прям класть под лопатки и вот так расслабление идет, раскрывается как раз вот вся другая клетка. Вообще у меня девочки на медитации вчера спали. Ну как спали? Лежали 10 минут в медитации. И они потом говорят, а как нам встать? А я забыла, что я их на гвозди положила. Два человека положила. Вот. Это клево. Отлично. Гвозди. Как, Светуля, получилось постоять? Ну, у меня еще очень мало получается. То есть у меня получается где-то... вот максимум у меня получилось 4 минуты. То есть я... У меня как бы был вот этот вот порог болевой, потом меня с этого болевого порога... Причем он... Она не такая боль, как обычная боль. Она как будто вот снизу какое-то вот это вот жуткое напряжение. И вот после 3 минуты меня как будто бы выбросило. Но я, правда, уже сразу сошла. Света, я тебе пришлю секретные материалы. Пришли тебе секретные материалы, и ты просмотришь инструкцию, и все у тебя получится. Хорошо? Потому что у меня даже младший сын встал на гвозди. Пусть пока в носках даже становятся дети. Да? Но он у меня бы сих пор постоял и тоже стоял. У меня они более смелые. Я в гвозди трехлетней детей ставила. Вот. Отлично, друзья. Ну давайте, что у нас дальше? Смотрите. Глуся спрашивает. Завтра эфир с Машей Ратманской про депривацию сна. Хочется узнать побольше. Да, завтра с Машей будет эфир. Она предложила про депривацию сделать. И как бы сделаем про депривацию. А в пятницу, в субботу, ну то есть с пятницы на субботу ночью в 2.30, это получается начало субботы, у нас... Вот. И там будет на... В прямом эфире как раз будет идти на Полстар на Ютуб-канале. На Ютуб-канале Школы Автономии и на Ютуб-канале на моем. Вот. Поэтому куда... Вот я не пойму, звук пропадает только у меня или у всех? Друзья, напишите, пожалуйста. А, нет, вот мне тоже сказали, что у меня звук заикается. Ага. Да-да. Прям пробелы. Вот две фразы с пробелами. И мне тоже так вот пришло. Только у Светы написано. Ага, только у Светы. Я хочу сказать, что сегодня особенный день. Я много смотрела сегодня своих друзей, которые вот в этих темах, в этих особых темах. И знаете, там был один друг из Бали, и девочка в Питере или в Москве, она вот цитляна сегодня в эфире. И вы знаете, на самом деле, также эффект реализовался. Потом возвращались люди, опять входили. Сегодня особая энергия, поэтому уж простите, и так хорошо, что нам дают выйти, и мы уже вещаем почти полчаса. Друзья, смелее с вопросами. Смелее, потому что я не вижу вопросов нигде, и хотелось бы услышать звуковым сопровождением наших друзей в зиме. Включайтесь. А то идем. Вижу, что Света смотрит. Да, я смотрю, вопрос, прежде чем перейти на автономию, нужно очистить внутреннюю среду организма. Но я не совсем поняла вопрос, что такое внутренняя среда организма. Но вообще, когда вы будете переходить на автономию, вы же не сразу же будете переходить на автономию, это же постепенный процесс. И вот в этом процессе у вас и будут идти очищения. Вы чем больше будете заходить на сухни, тем больше вы будете чувствовать свой организм, ощущать, слышать его. И тогда вы уже будете понимать, что вам нужно почистить, где вам нужно что облегчить, какое-то питание, может быть, какой-то вид спорта добавить, что-то потянуть, может быть, это уже вы будете, это вам тело будет подсказывать. А сейчас это сложно говорить, я же не знаю, на каком вы питании, какой у вас образ жизни. Но что-то специально, я не чистилась, на сухи днях, друзья, все сжигается, и нет большой необходимости чиститься. Многие наши автономы, известные уже так давно, говорят об этом, что достаточно после сухих дней. Мне интересно, после того, как твои сыновья, твои сыновья были на встрече в Екатеринбурге? Нет, нет, они были, они к бабушке ездили, к бабушке, они были у бабушки, у папы, да. Они этого не видели, но они... Они же всегда видят твои уже эфиры, они же участвуют, по крайней мере, сидят, спрашивают, вот растет ли некое уважение к тебе из-за дня в день, они подрастают, они начинают уже понимать культуру вот этого, я не знаю, даже непитания. Как это происходит вот именно у твоих сыновей, как идет вот эта прогрессия за эти 8 месяцев, что они видят? Ну, они, конечно, можно сказать, что они такие, как у меня, как два взрослых мужичка, очень рассудительные. уважение, да, конечно, то есть они, они себя очень четко проявляют, как мужчины, как полноценные мужчины. Даже не прикасаюсь, это безусловно их, чтобы там, не дай бог, я какие-то там пакеты потащила, там еще. А то, что касаемо еды, я уже, наверное, говорила, у нас нет культа еды. У нас нет дома завтрака, обеда и ужина. То есть, если они захотели, они пошли и покупают. У нас нет такого, что там мы все вместе с... Ну, бывает такое, что прогуляться, но вот такого у нас, конечно же, нет. Мы немножечко отличаемся, наверное, от других. И когда мы говорим о каких-то праздниках, то мы в первую очередь начинаем искать какие-то там выезд куда-нибудь с палатками, что-то там где-то покататься, где-то... Это именно какой-то активный образ жизни. То есть, у нас нет, что если какой-то праздник, то мы пошли в кафе, в ресторан, либо дома сели, поели. У нас это уже оно отпало. Все равно все понятно. Пропадают, да? Ничего, все равно все понятно. Да, были пробелы, на самом деле, были. Вот, еще вопрос. Слышишь ли ты на автономии, что думают и чувствуют другие люди? И тут же, вам не страшно? Но тут, наверное, когда задают этот вопрос, его немножечко неправильно задают, потому что это не то состояние, то есть, это не слышание чужих мыслей. Ты не слышишь чужие мысли, потому что мысли в голове у человека, они беззвучные, и они, это его ассоциация, его придумка, но ты можешь чувствовать этого человека, то есть, тем более, когда ты с ним общаешься, перед тобой открыт, он тебе дает разрешение как бы разговаривать с ним, общаться с ним, познавать его, то тогда ты очень как бы этого человека пропускаешь через себя, и когда ты его пропускаешь через себя, ты четко понимаешь, кто он, что он, что он думает, и очень часто ты понимаешь, что то, что он говорит, это не то, что он думает, и даже бывают такие моменты, что он намеренно уходит от тех познаний самого себя, потому что это очень тяжело встретиться с собой, и тут тогда у тебя всегда встает вопрос, готов ли ты ему рассказать это, готов ли он это выслушать, если не готов, то ты просто молчишь, а то, что ты чувствуешь каждого человека, да, ты можешь прочувствовать абсолютно каждого, но ты не слышишь мысли его, как в фильмах нам говорят, да, что ты идешь, а вокруг тебя мысли, ты его просто можешь каждого человека пропустить через себя, и это, наверное, очень чувствуется, когда общаешься с человеком, и ты ему о чем-то говоришь, и когда ты понимаешь, что ты ему резонируешь, и да, это есть, это ты есть каждый другой, поэтому это абсолютно каждого, точно так же, как и каждый, когда пропадает, да, ну я вот, если честно, не знаю даже, почему пропадает, попробую. все нормально, все равно понятно, но все понятно, иначе мы тут вообще не вырулим. и поэтому, да, но нет, страха никакого нет, но единственное, я могу сказать, что когда, когда вот это только начиналось, обостренные запахи, обостренные звуки, обостренные цвета, обостренное восприятие другого, любого другого человека, первое время, наверное, первую неделю, может быть, даже две, ты чувствуешь себя таким богом, думаешь, о, как классно, а потом начинаешь уставать, и когда ты начинаешь уставать, я понимаю, что многие их людей начинают, наверное, на этом этапе выбрасывать обратно на еду, если он не научится возвращаться к самому себе, вот эти моменты тоже были. Так, это мы говорили про запахи, про вот эти все моменты, и я пропустила вопрос, он звучит так, вот смотрите, вот здесь, Света, как ты относишься к катушкам или биорезонансу в помощь депривации сна? Ну, катушки Мишины, насколько я понимаю. Ну, я, да, я поняла, но я их не знаю. То есть я их слышала, что они такие есть, но я про них даже не читала, поэтому ничего не могу сказать. Я могу вам сказать, что все, что касаемо депривации сна, если ты не понимал, что такое депривация сна, если ты не побывал в тех состояниях, именно в состоянии депривации сна, а не просто убирание сна механическое, то тебе, наверное, никакие катушки не помогут, если ты не понимаешь, что там делать. Сначала хотя бы почитайте про фазы сна. Есть несколько фаз сна, и, Светлана, всегда рекомендуешь, да, 15 плюс 5. Это я хорошо задумала. Вы хотите словить именно состояние, но они на еде вы никогда не поймаете то состояние, про которое можно сказать, что вот это как раз это и есть то волшебство, которое с нами случается. на организме, на организме, который выполняет свое действие какое-то, он у вас никогда не переключится на внешний мир, он все время будет во внутреннем, внутри себя. и поэтому вот это состояние, оно будет у вас просто механически, и, наверное, от него особого смысла не будет. Не спать, чтобы не спать, но это, наверное, глупо, а именно, чтобы словить состояние, и ради этого состояния мы как раз и идем на ситуацию. Принято, принято. Вот, посыпались вопросы. Один из них такой. Мне стало тяжело практиковать, когда темно и холодно. Считаете ли вы, что автономия более благоприятна в теплом климате или это ограничение ума? Ну, тут, наверное, тут играют многие факторы, то есть ограничение ума, вы же себя почему-то ограничили в этом, то есть вы же почему-то, на вас давит же не холод и не темное время суток, на вас давит что-то другое, что-то вы какой-то, какую-то ниточку с тем местом, в котором вы сейчас находитесь, вы потеряли, и вам хочется но вы должны, во-первых, в любом случае, сначала разобраться в себе, потому что куда бы вы не уехали, вы уедете вместе с собой. Поэтому пока вы с собой не разберетесь, переезжать вам бесполезно. Но, конечно же, более комфортно это в любом случае жить, практиковать, любить, танцевать в тех местах, которые вам по душе, которые вам нравятся, которые красивые, которые теплые. это, безусловно, от этого никуда не деться, но в любом случае, нужно с собой договариваться, нужно в себе искать, почему именно этот процесс у вас случился, на каком этапе. Вы же раньше практиковали, и сейчас у вас просто перестало. Почему перестало? Где вы потеряли эту ниточку? Где вы этот процесс обнаружили? Нужно возвращаться туда, где потеряли. Где случился какой-то психологический срыв, скажем, да, где вот этот барьер образовался, да, с этой приправой. Да, да, да. Нужно вернуться туда и осознать, что там произошло. Узнаться, честно, докопаться. А зачем это? Потому что это, потому что это, да, как ты об этом говорила. Почему вот это? Потому что вот это. А что из этого? Так-то так-то. Хорошо. Ну, еще вопросы. И два вопроса прям в одну и ту же тему. Значит, Мустафа пишет. Дело сухие, но не более трех дней. Все еще на веганской диете. Волосы лезут шматами, и зубная маль слезла. Что делать? И тут же пишет Сергей, что между сухими питаюсь фруктами и овощами, и заметил, что зубы разрушаются. Свои рекомендации. Угу. Ну, во-первых, волосы лезут, это процесс обновления клеток. Они в любом случае будут лезть, и нужно смотреть, как веганская диета, они бывают очень разные. То есть, есть некоторые веганские диеты, что они, ну, не совсем, наверное, корректные для нашего организма. Но в любом случае, если мы говорим о том, что лезут волосы, это я бы вам порекомендовала все-таки делать какие-то массажи головы, чтобы регенерировать именно клетки, регенерировать именно луковицы, чтобы они начали закрепляться. Потому что лезут именно те волосы, которые на сегодняшний день уже, как из старых луковиц, или как сказать, просто я проходила этот процесс, и у меня действительно лезли волосы очень сильно. Потом они восстановились. Они, ну, я не видела ни одного человека практикующего, у которого вылезли волосы и больше не выросли. Они, наоборот, начинают расти, потом еще гуще, еще лучше, еще, наверное, там пигмент у них начинает вырабатываться иной-другой. Это действительно есть, это нужно перетерпеть. Все, что касаемо зубов, то зубы я все-таки бы рекомендовала. Они у нас есть, и они у нас нам пока еще нужны. И все, что касаемо зубов, их, наверное, во-первых, если вы едите какие-то фрукты, то фрукты, они сжигаются. Если едите какие-то фрукты, то нужно обязательно споласкивать чем-нибудь щелочным, вот содой можно споласкивать, но таким очень слабеньким раствором, чтобы не оставались именно вот эти вот кусочки, которые будут дальше доедать эту эмаль у вас, которая выбеливает, да, нам выбеливать сейчас не нужно. И если вы пьете очень много соков, то соки пить только через трубочку, чтобы не максимально вот этот вот напор от зубов и обязательно каким-нибудь предметом, то есть, ну, сейчас в аптеке продается очень много вот этих вот детских для зубов, вот детские кусалки для зубов продаются в аптеках. вот ее, знаете, так как мы находимся на той диете, которая не предполагает, что нам очень большая нагрузка на зубы идет, а до этого мы с вами жевали и мясо, и хлеб, и там какие-нибудь сухари, и все это требовалось значительного усердия для наших десен, что сейчас они как будто бы атрофировались, и чтобы вот этого не было, тренируйте свои зубки, тренируйте свои десны, начинайте вот эти вот колечки, там колечки, всякие там игрушечки, они именно для зубов, для детей, вот их начинайте вот так вот жевать, тренировать, именно десны, которые будут обратно скреплять ваши зубки и полоскать, конечно же, после еды полоскать, если есть такая проблема, то, конечно, полоскать, чтобы пища не оставалась на зубах, если пищи на зубах не будет, и будет вот эта вот тренировка десен, то они у вас очень быстро начнут восстанавливаться, и еще нужно обязательно учесть тот момент, что зубы наши, в наших зубах больше всего нервных окончаний, вы, наверное, все знаете, все чувствовали, когда болят зубы, это просто караул, наверное, ничего не сравнится с зубной болью, и так как у нас там все нервные окончания, все-таки, наверное, нужно задуматься, какой образ жизни вы ведете, потому что, в первую очередь, если вы нервничаете, если вы переживаете, если вы в несогласии с самим собой, если вы обманываете сами себя, то в первую очередь это будут страдать зубы, во вторую волосы, в третью ногти, это неотъемлемый факт, это именно наши нервы, зубы, волосы и ногти, не кальций, нервы. Вот, отлично, благодарна за ответы, и вопрос, поможет ли прополис, я так понимаю, относительно зубов. Не могу сказать, не могу сказать, поможет ли прополис, я не пробовала. У нас есть вопрос от Анны. Анна сейчас включает. Анечка, давай. Добрый вечер. Привет, слышим, видим. У меня вопрос такой, я давно его хочу задать, но что как-то оно... Аня, погромче, очень плохо слышно, прям поближе к микрофончику, пожалуйста. Да, это у меня без наушников так плохо. Так лучше, нет? Плывешь. Погромче скажи, раз-раз. Раз-раз. Я плохо слышу. Наушники. Я пока наушники принесу, попозже чуть задам вопрос. Ну вот. Так, вопрос пропал у нас. Окей. Выхожу из сухих на талой воде от Инны. А сама делаю. Как вы относитесь к талой воде, Светочка? Я вообще так, наверное, к воде отношусь достаточно нейтрально. Мы как раз с девочками разговаривали, что такое вода. Вода, какая бы она ни была, это тот информационный источник, который невозможно очистить полностью. И талая вода, если мы говорим не о горных речках, а именно о воде, которая там колодезная, которая родники, которая у нас течет из-под крана, неважно. Неважно. Вся вот эта вот вода, это вся вода, которая из наших грунтовых вод. Снизу, с земли. А что у нас в земле находится? В земле у нас находится, как правило, все то, что мы с вами хороним. Это любые вещи, любые предметы, это люди, это животные, это все, что есть в нашей земле. И представляете, вот вода все это омывает, потом это нам как бы это очищают, и вы еще пытаетесь это очистить, и потом вот очищенное пьете. Но всю информацию вычистить вы не сможете. Вы не умнее воды. Вы не сможете ее сделать нулевой после того, как она набрала в себя всю эту информацию. А вы, думая, что вы такой молодец, и сразу же ее раз и вычистили просто вот этой вот заморозки и разморозки. Но немножечко это все-таки, я это понимаю, немножко не так. Поэтому вода, наверное, да, это самый мощный растворитель на нашей земле, который существует. И она на каком-то этапе нам, конечно же, необходима. нам необходима она, чтобы промывать. Но если ваш организм чист, то, наверное, я бы все-таки не стала расслаблять наше тело, которое может вырабатывать до двух литров жидкости ежедневно. Поэтому, наверное, все-таки позвольте своему организму добывать самостоятельно то, на что он изначально рассчитан. иначе, если вы откажетесь от одной функции организма, потом от другой функции организма, а чему мы тогда ждем-то от нашего организма, если сами не даем ему работать и вырабатывать те компоненты, на которые он, в принципе, по физиологии рассчитан. Про году все понятно, я думаю, друзья усвоили. Уже неоднократно Светлана говорила, и Анечка у нас включается. Давай, Анюта. Ну, я надеюсь, так лучше. Вау, очень хорошо. Ну, вопросик такого характера. Я каждый раз, когда захожу на чистые дни, где-то на третий день начинает сильно кровоточить десна. Вот, во-первых, вот этот жуткий вкус во рту вот этой крови сразу меня сбивает с моих целей. Вот, вообще, хотела поинтересоваться, может быть, есть какие-то не знаю, рецепты, вот немножко это смягчить как-то или что-то придет какой-то ответ на этот вопрос. Ну, смотри, во-первых, зубки, когда кровоточат, это говорит о том, что, опять же, то, что мы сейчас говорили, это десны расслабляются, и зубки начинают шататься. Зубки начинают шататься, за счет этого они как бы раздражают внутренне, то, что внутри, между зубом и десной, все вот это раздражают своими частями, так скажем, да, но я не стоматолог, не могу правильно сказать, и поэтому начинают кровоточить. Чтобы нам в тонус ввести наши десны, то покупайте просто обычные вот эти вот для детей, которые для того, чтобы, когда деткам покупают, когда у них начинают зубки резаться, всякие вот эти вот там колечки, игрушки, они продаются в аптеках, стоят там рублей 100, наверное, рублей 50. Покупайте, начинайте тренировать свои зубки, это первый момент. Второй момент, мы же говорили о гвоздике, тебе гвоздика не помогает? Ну, как-то все время с гвоздикой тоже как-то что-то я не знаю. Но если с гвоздикой не хочется, если с гвоздикой не хочется, то попробуй дубовую кору. Дубовую кору точно так же, если на сухих, берешь немножечко там, ну, не знаю, так же она бывает как мелкая, как порошок, а бывает прям такими вот полосочками. Вот тоже немножечко отламываешь точно так же начинаешь ее сосать. Дубовая кора она хорошо все закупляет во рту. Я припоминаю, да, вот что-то для десен когда-то. И обязательно нужно тренировать десны, обязательно нужно тренировать зубки, чтобы десны были в тонусе. Ну, это я надеюсь как бы отпадет. Ну, то есть ну, как бы это ж неестественно получается, ну, если ты уходишь от еды, то по большому счету нет смысла как бы вот этот тренировать неживательный эффект. Это неживательный эффект, это тренировка, десна это такая же мышца, то есть это же не совсем кость, это полукость, полумышца, это и не то, и не то, и не слизистая, то есть она что-то среднее, как, ты же тело тренируешь, ты же не говоришь, что вот я сейчас не буду носить столько на себе массы, можно не тренировать тело, могу полежать на диване, ты же его тренируешь, у нас каждый наш орган нуждается в тренировке, мы даже волосы, мы же делаем массаж головы, мы их немножечко подтягиваем, то есть мы тренируем даже луковицы наши, это безусловно должно быть, как, мы же, мы все должны тренировать, и еще раз повторюсь, что волосы, зубы и ногти, это наше психологическое состояние на данный момент, если у тебя с зубами проблема с волосами, с ногтями, это касается твоего образа жизни, это то, что ты вне согласии с собой, это то, что ты не можешь решить проблему, о которой мы знаем, да, ты все равно не можешь прийти в согласие с собой, и тебе организм дает вот такие вот знаки. Ну, бывают просто такие обстоятельства, в которых я как раз таки сейчас оказалась, когда ты понимаешь, что ты не можешь сейчас быть, ты должен быть там, где, ну, как бы, ты не хочешь быть, но просто необходимость, она тебя заставляет это делать, ну, просто по-другому не получается. Ну, смотри, мы же с тобой говорили, что в любом случае либо ты ситуацию прокачиваешь и делаешь так, что ситуация у тебя меняет, либо ты прокачиваешь себя и свое отношение к этой ситуации, потому что плюшки же ты можешь найти для себя в любой ситуации, и там, где ты сейчас находишься, ты здесь тоже можешь сделать свои выводы, и ты, и твои родные, которые находятся и рядом с тобой, и которые далеко от тебя находятся. Ты же можешь заниматься не самоедством и не выеданием мозга кому-то, правильно? А ты можешь заняться именно собой. У тебя сейчас есть шанс заняться собой. Я стараюсь, занимаюсь собой и нахожу в данном, ну, как бы сказать, окружении какие-то свои плюсы, интересы там и все, но при всем при этом город давит. Ну, это не город давит, это потому, что ты себя видишь в другом, ты даже не том, что себя видишь в другом месте, ты боишься оставить то место, с которого ты уехала, ты боишься, что без тебя сделают не так, как надо тебе, по-честному, да? Ну, я уже, по-моему, даже ничего не боюсь, я вообще отпустила эту ситуацию и в принципе ничего оттуда не жду. Но если ты честна сама с собой, то это хорошо, а если ты себя пытаешься убедить, то ты себя, ты как бы оставляешь себе такой длинный-длинный хвост, который за тобой будет тащиться. Ну, это такой очень личный вопрос, я вообще, да, не хочу. Про здобу мы с тобой поговорили. Да. Аня, а ты зубы чистишь до сих пор обычной пастой? Нет, я давно пастой не пользуюсь. Я чистила и просто горчичным порошком, и зубным порошком, и смесью глины, соли, перца, белой порошки. А я просто попробую перекисью водорода почистить, не просто с водой, один к одному. Я чищу перекисью дороги уже более 5 лет, и мне очень приятно, хорошо и свет. Переки дороги вместо дезодоранта. Да, в писте перекисью дороги реки. Не пробовала вот именно реки. Спасибо, да. из моего опыта. У меня тоже весны кровили, в свое время кровоточили, и после этого я уже все забыла. Вообще у меня эта проблема была в детстве, всегда они у меня кровоточили, потом как-то я переросла этот момент, но теперь я понимаю, что как только я в сухие дни захожу, у меня эта проблема поднимается сазанал. Ну, все, я поняла. Спасибо за вопрос, Аня. Итак, да, вот Настя подключилась, у нас пишет действительно массаж десен и грамотный уход за полость рта. Это на самом деле даже вот так и то, вот кинезио такой метод есть, массаж десен. Пожалуйста, вот замечательно. И как бы меняем руки. Вот. это из этого опера. чем больше массаж десен, надевают перчатки даже в косметологии, когда массируем на лицо, то туда, туда загоняем пальчики, на самом деле там, где нет гимнастики, где нет проработки, мышцы атрофируются, как Света сказала, и, соответственно, они укорачиваются. А что им остается еще делать? Они будут тянуть и все там, вот эти все процессы происходят. Вот мышцы, когда не работающие, они же сокращаются, вот этот процесс и происходит. Поэтому, мне кажется, это самый лучший способ массаж, массаж десен, потому что, раз мы перестаем жевать по привычке, то, естественно, нам нужно каким-то искусским способом эту гимнастику продолжать делать, но уже без еды. тоже сосание пуговки, да, Света, это все к этому. Я тут как-то хотела пустышку взять, не пустышку, а вот соску, которую на бутылке одевают, надевают ее, и вот туда палец у меня, все сыновья, оба сына, они сначала палец туда запихивали, большую соску, а потом соску уже в рот. Вот так было оригинально, может быть, и нам иногда нужно это делать, как говорится, до смешного доходят, но лайфхаки, они, наверное, уже придуманы ранее. Вот, ну что ж, друзья, да, значит, что у нас, как и чем, кто-то спрашивает, я не поняла, а как чистить зубы и язык? Ну, Света, что у тебя, как у тебя лично? Мы-то тут советуем, а вопросы тебе? Я редко чищу зубы, поэтому как-то, я не знаю, я не заморачиваюсь, но если мне прям совсем захочется почистить зубы, у меня еще какая-то, какая-то паста прям совсем легкая, детская есть, я даже не знаю ее название, вот, я ее чищу, бывает, вот, но это бывает крайне редко сейчас уже, поэтому, вот порекомендовать, чем чистить зубы, не могу, но то, что ты сказала с перекисью, да, это действительно, это действительно здорово, и как раз вот то, что ты сказала, соска, сейчас вспомнила, в аптеках тоже есть вот эти вот для детей, когда режутся зубки, он такой, как напальчник для взрослых, и с такой мягкой-мягкой резиновой, силиконовой щеточкой, вот, и тоже можете, вот, пожалуйста, крутой массаж получится. Да, супер, надо посмотреть, что там нового, изобрели в аптеке, уже продают, а вот, у нас человек с именем таким греческим, трудно мне понять, но спрашивает, вы рекомендовали, Светлана, по утрам после пробуждения походить на пяточках, но у меня пяточные шпоры, особенно на правой ноге, пытался походить, но боль неимоверная, что мне делать с пяточной шпорой? Что делать с пяточной шпорой? Во-первых, нужно вам хотя бы пять дней, потом передышку, сделать ванночки, делать ванночки с магнезией, как она правильно называется, сульфат магния продается вот в таких пакетиках в аптеке, один пакетик, ну, тазик себе готовите, теплой воды, минут на 20, разогреваете хорошо ножки в этой магнезии, потому что магнезия, она вытягивает всю лишнюю жидкость, на чем основывается вот эта вот шпора, потому что шпора, она без жидкости, она образовываться не будет. Понятно, что она сейчас уже у вас страмбовалась, но тем не менее, потихонечку нужно будет ее как бы из нее все лишнее вытягивать, и она будет потихонечку отходить, она будет становиться более мягкая. После того, как вы 20 минут погрели ножки вот в этой магнезии, вы сначала делаете небольшой массаж, сами себе где-то шпора, а потом смазываете йодом, просто йодом смазываете, вот, и попробуйте так 5 дней, потом передышка дня 2-3, и еще хотя бы 5 дней, и вы уже почувствуете, подойдет вам этот метод или нет. и пяточки тогда не трогаем, их не напрягаем, на них не нужно ходить, и для вас вот это хорошее упражнение, но это для всех хорошее упражнение, это с утра просыпаетесь, и первым делом хорошо-хорошо подтягивайтесь, хотя бы раза 3. Слышим, слышим, принято, отлично. Да, здесь уточняю по поводу перекиси и так далее, но пропорции, ребят, каждый сами свои составляете, я раньше делала один в трем, а теперь я делаю, просто намочила щепку на щепку, налила, перекиска, щепки водорода и так вот чище, а потом просто хорошо промываются, то есть все практики, все индивидуально, как у нас в России принято, на глазок. Так, ну что ж, я смотрю, здесь, да, спрашивают по поводу эмали на зубах, я не знаю насчет эмали, друзья, но полоскать рот однозначно нужно, о чем Светлана чуть-чуть раньше говорила сегодня. Вот, ну здесь про соду с Америки рекомендации, да, это хорошо, там, на Айхерби и так далее, сода действительно великолепная, что из Америки, что из Германии, я подтверждаю. Вот, ну что ж, друзья, я вижу, что у нас вопросов нет, если у нас еще кто-то захочет включиться в данные секунды момент в зуме, то welcome, если нет, то мы будем сейчас финалить. Светочка, что еще хочется тебе сказать сегодня в наш необычный день? 14 число уже не загораем через три дня, и у тебя будет уже восемь месяцев, правильно я понимаю? Марта, да? Наверное, не считала. Так, восемь месяцев будет через три дня уже. вот. Вот, хочется сказать, что, ребят, присоединяйтесь к марафонам, сейчас сделаем их пореже будут, они поменьше, поэтому успевайте к новогодним, к новогодним праздникам приводите свое тело и свою психику в порядок, поэтому с огромным удовольствием с вами проведу время на марафонах. Единственное, что на каждом марафоне так привыкаешь к ребятам, что потом не хочется их отпускать. Здесь, Светочка, еще есть, появился вопрос, уж ладно, сделаем исключение, сегодня такой день, но у нас уже через 10 минут открываются ворота, уже портал, нам нужно успеть зайти, друзья, поэтому сейчас вопрос такой, значит, Настя Волкова, вышла на сухие дни, сейчас второй день, все хорошо, только пить хочется, держусь, подскажите, как мне лучше практиковать, пока хочу быть на сухих, сколько получится, лучше хочу очиститься ментально и физически стериться. если ничего не беспокоит, а просто сушит во рту, то самый лучший, самый действенный способ, это, конечно же, берете просто пуговку средних размеров и начинаете ее, просто в рот кладете, начинаете ее сосать, идет сосательный рефлекс, вырабатывается слюна, и наша слюна, это наш самый-самый лучший нектар, который существует для нас, который нас вычищает, который нас промывает, как ни одна, никакая, никакое лекарство, никакая трава с этим, с этим так не справится идеально, поэтому самое лучшее, конечно, без всяких добавок в идеале, это со своей слюной, и пуговка вам в помощь. Сосите пуговку, друзья, и будет у вас, у вас Амрита, да, на пуговке, вот, божественное, ну что ж, и все, я думаю, да, у нас здесь вопросы закончились, посыпались благодарности, и я все передаю их Светлане благодарности. Спасибо. Я с огромным удовольствием принимаю и вам тоже отправляю. Замечательно. Ну что ж, мы в финале. Переходите по ссылкам во все группы телеграм-канала, инстаграма, пишите письма, готовьте вопросы, практикуйте, друзья. Ну а мы полетели, и у нас идет подготовка таким, скажем, уверенным ходом к нашим зимним встречам. Так что ищите место, давайте хорошо помедитируем на то, чтобы это место проявилось, чтобы люди, дома, все к нам пришли своевременно, и мы встретились и провели этот уникальный переход с 2021 на 2022 год вместе. Хорошо? Питя Кулечка, огромное еще раз спасибо. До новых встреч, дорогая. Пока.